Дорогие казахстанцы, всех приветствую! Сегодня арестовали Азамата Байкенова, блогера, честного, справедливого, порядочного человека. Напали на его жену, вывихнули руку. Становится прям это правилом каким-то, нападать на женщин. Вчера избили Айгулек Берды, напали на Аню Шукееву. Этот беспредел творится, и это они называют праздником. Это не день независимости страны. Это день всей нашей зависимости от одной семьи и от силовых структур. Этот день проклятый для нас всех. Это чёрный день, это совершенно не праздник. Это наша Варфламеевская ночь. Французский король Карл IX в ночь на 24 августа около двух тысяч протестантов убил. Католики в эту ночь вырезали протестантов. А в Казахстане 16 декабря занимается уничтожением всех протестующих, всех обездоленных, которые устали от этого беспредела, от этого бесправия. Что ещё должно с нами случиться? Что ещё должно случиться, чтобы мы, казахстанцы, поняли, что это самое дно, до каких пор мы им позволим измываться над нами, попирать все наши права? Мы не имеем права на свободу слова, мы не имеем права на свободу выбора, мы не имеем права на свободу пикетов, на свободу митингов, мы не имеем права на жизнь, мы не имеем права на здоровье. Они полностью изнасиловали этот основной закон. Наша страна – это одна огромная тюрьма. Что ещё должно произойти? Всех нас, ещё оставшихся, какой-то части активных людей, вот так вот по одному полностью истребят, мы этого дождёмся. Но завтра, возможно, и меня точно так же схватят, нападут с оружием, скрутят, сколько-то суток дадут. Уже вчера уральских активистов допрашивали по поводу того, кто из них знаком со мной. Им это инкриминировали в вину. Со мной общаться, знать меня уже считается преступлением. Вот что они творят с нами. Как долго мы ещё будем молчать? Возьмите в руку Конституцию. Наконец, пожалуйста, я прошу вас, осознайте себя гражданами, полноправными гражданами этой страны. Воспользуйтесь своими правами. Скажите, что вы люди, что вы граждане этой страны, и у вас есть равные права со всеми этими властьимущими, с этой семьёй, с этим Масимовым, которые занимаются нашим истреблением с помощью своих силовых структур. А полицейские – это их орудие. Они даже не обсуждают приказ, что они давали, они не задумываются, что они давали присягу верно служить народу Казахстана и не выполнять незаконных приказов. Они выполняют все приказы, они даже ничего не обдумывают. Они нас всех истребят. Мы этого дождёмся. Возьмите в руки Конституцию, я вас прошу. Скажите, мы имеем право, и мы будем требовать, согласно Конституции, равноправия. Мы на всё имеем право.